Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об одной из своих любимых книг Стивена Кинга «Роза Морена». Очень немногие разделяют это мое мнение, мое восхищение этой книгой. Впервые я познакомилась на 1998 году и сочла ее очень эффектной, очень такой сильной, мощной. И она очень такая объемная, я очень люблю объемные книги, потому что привыкаешь к персонажам, не хочется с ними расставаться, и поэтому чем книга толще, тем лучше. Собственно, о чем история. Женщина, пожившая много лет с мужем, который ее избивал, решается изменить свою судьбу. Она много лет терпела и даже в какие-то моменты думала, что это норма брачного союза, но всему приходит конец, и она решает уйти. Дело в том, что что мне могло зацепить? Вероятно, сочетание обычного быта и тем более избиение женщин – это одна из центральных социальных проблем этого мира, этой всей агены нашей к несчастью. И как-то вот меня зацепило, что очень долгий период в книге посвящено именно жизни такой женщины, которая забита, которая подавлена. Ну, еще бы терпеть такое давление на протяжении многих лет, когда тебя избивает муж, когда издевается над тобой. Это, конечно, очень тяжело. И когда она, наконец, получает свободу, она все равно получает ее только, так сказать, фактически от мужа, а внутренняя она все еще в тюрьме, и требуется очень-очень много времени на то, чтобы освободиться и внутренне тоже. Видимо, меня покорило то, что вот это все развивается, описывается на протяжении длительного времени. И только уже во второй половине книги появляется мистика, появляется страшилочка такая, появляется вот это вот все, что нам нравится Стивен Кинге, вот эти его темные штучки. В общем, я не буду дальше продолжать, потому что могу создать спойлер. Книга действительно хорошая, как мне кажется. Хотя, повторюсь, очень-очень немногие разделяют это мое мнение. Я считаю ее нутной и скучной, но мое мнение отличное от большинства. Это уже не в первый раз. У меня много было таких ситуаций, когда, допустим, захожу на Лафли, поставить оценку книги, крайне удручающую оценку, самую-самую низкую. И тут я вижу, что средний балл 4,4. Бамц, взрыв мозга у меня происходит. С кинопоиском та же ерунда. Захожу, поставить там, я не знаю, отлично фильму. У него средний балл 2. Или захожу поставить единицу. У него вообще там десятка. То есть, мое мнение такое очень отличающееся. Белая ворона, что вы хотели? Вот. На сегодня все. До следующей книги.